Если бюджет семьи ограничен, сколько минимум в процентном соотношении оставлять проценты нужды? Еще раз говорю, что это вещи, которые вы распределяете сами. Для меня это очень сложная задача распределять мало денег. Я вам могу сказать, что гораздо легче и проще заработать больше денег. Вот я вам точно могу сказать. Потому что если вы будете думать о том, как экономить, то у вас денег будет становиться еще меньше. А если вы будете думать о том, как приумножить, их будет становиться больше. Поэтому какая разница, какой процент оставлять, если денег все равно ни на что не хватает. Понимаете, о чем я говорю? А думать в эту сторону очень опасно, потому что денег будет становиться все меньше и меньше. Поэтому думайте о том, как приумножить, заработать, и у вас появится больше. Все приходит к тебе тогда, когда ты готов к этому. Это верно? Нет. Готов – это означает не что-то произошло, а готов – это означает как олимпийская медаль. Она приходит к тебе тогда, когда ты к ней готов. Но тогда, когда ты достаточно натренирован, тогда, когда ты достаточно отдаешься этому, тогда, когда ты сконцентрирован на своей цели и работаешь над ней каждый день, тогда ты к ней готова, и это к тебе приходит. Не путайте готов с пассивным действием. Нам людям очень нравится верить в то, что все предначертано судьбой, и можно ничего не делать, и с тобой все произойдет. Вот. Готовность – это история про то, что ты готов иметь и действовать, готов идти к своей цели. Ты готов. Готов – это я взял чемодан, и я готов менять свою жизнь прямо здесь и прямо сейчас. А не готов, когда вдруг я спал ночью, надо мной зажглась звездочка, и типа как в мультиварке, да, зеленая кнопочка. Я готов. Поэтому вот не путайте, повторяю, готовность с пассивностью, а готовность именно с действием. Я достаточно натренирован. Вот, смотрите, усик вышел, и он был готов выиграть бой. Готов – это значит достаточно натренирован, достаточно сконцентрирован, достаточно подготовлен физически и внутренне для того, чтобы победить. Вот. Про это.